Добрый вечер! В эфире гость студии. Сегодня у нас в гостях человек, которому в 80-х годах прошлого века сочувствовала вся женская часть большой страны под названием Союз Советских Социалистических Республик, а как минимум половина мужской части той же самой страны откровенно завидовали. Ивр Калнич, актер театра и кино, исполнитель одной из главных ролей в модной трендовой франшизе «Зимняя вишня». Здравствуйте, Ивр. Здравствуйте. Ивр, а вы сами хорошо помните то время, после «Зимней вишни». Как изменилась ваша жизнь? Ну, с трудом, понимаете. Я уже, кстати, в том возрасте, когда много чего не помнишь, чувства. Да нет, ну, конечно, я помню и съемки, и так иногда мы с коллегами встречаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Соломиным у нас был даже антрепризный проект театральный, вот такой. Так что жаль, что он так рано ушел. Наверное, мы бы еще что-нибудь сделали. Мне было очень радостно, когда мы на сцене уже встретились с ним, как партнерами, как режиссером, что он просто ас в этом смысле, что он настоящий театрал, помимо того, что он в кино очень много чего сделал. А все-таки, на ваш взгляд, ваша «Зимняя вишня» была сказкой, или вам приходило в жизни сталкиваться с реальными подобными историями? Да нет, ну, вот с помощью этого сценария, конечно. Там просто, как бы точнее сказать, никто не ожидал, что из этой истории получится такой шлягер. У меня вообще там была какая-то эпизодическая роль. И просто статистика была довольно страшная. Половина из советских женщин тогда были одинокими. А половина этих одиноких женщин была мать-одиночки. Так что вот я думаю, что вот та героиня фильма как-то соответствовала реалиям той жизни. И, ну, все, наверное, ждали какого-то там принца, когда появится вот этот, ну, которого мне надо было сыграть на белом там «Мерседесе», как в фильме. А продолжение этой истории случилось у вас в жизни чуть позже. Насколько я знаю, девочки из группы «Стрелки» рассказывали, что они пригласили вас в свой клип именно под впечатлением просмотра «Зимней вишни». А для вас этот эксперимент что значил в жизни съемки в клипе? Ну, это просто 90-е годы, когда создавались агентства актерские. И вот на Мосфильме «Актерский отдел», как это называлось когда-то в советское время, и вот этот отдел актерский со всей информацией стал агентством. И вот первая работа, которую мне предложили вот это агентство, это вот в этом клипе снятся. Так что я с удовольствием согласился, потому что это тоже небольшая роль как бы. Я не имел такого опыта с попсой общаться на всей мышечной площадке. И, по-моему, там они какой-то скандал еще придумали, там что-то. И, ну, как-то раскрутили, попиарили. Но, я не знаю, по-моему, этого ансамбля больше нет. Я одну из девушек видел, как она солировала, по-моему, она закончила какой-то актерский вуз. Ты бросил меня, ты бросил меня Ты мне сказал, что я не нужна Ты бросил меня, ты бросил меня Когда ты ушел, я осталась одна Ты бросил меня, ты бросил меня Ты мне сказал, что я не нужна Игорь, ваша программа, которую вы привезли в Ульяновск, называется «Роман с акцентом». Ваш акцент на самом деле практически не замечен, можно было так ее не называть, но тем не менее. Мы знаем, что у нас в СССР был официальный человек, который дублировал вашего коллегу Донатуса Баниониса, это Александр Демьяненко. То есть он был голосом Баниониса. А вы в курсе, кто был вашим голосом российским? Или вы все делали сами? Демидж был иногда. И еще другие были. Я не совсем знаком, но с некоторыми был знаком. Не растравляй мне язвы тайной. В глубоком знании жизни нет. Я проклял знаний ложный свет. А слава, луч ее случайный, неуловим. Мирская честь бессмысленна, как сон. Но есть прямое благо. Сочетание двух душ. Вас, как актера, всегда удовлетворил результат попадания? Ну, это, как сказать, лучше, конечно, самому, но если там, как сказать, мешало, вот то, что ты с акцентом немножко говоришь, особенно если это классика, там, Пушкин или какой-нибудь другой автор по произведениям, которого там снимают картину. Ну, да, я и хуже не разговаривал по-русски, потому что я в русской школе не учился. Просто жизнь, как сказать, научила меня, как сказать, русскому языку. Насколько я знаю, главное место все же в вашей жизни занимал и занимает не кино, а театр. И более того, мне известно, что вы через театр связаны с нашим городом. Вы сыграли Марка Болухова, если я не ошибаюсь, в «Обрыве». Да, была такая постановка «Обрыв» в нашем театре. И, ну, где я служил, там, долгие годы. И, да, «Обрыв». Вы играли на русском языке? Нет, на латышком языке играли, я национально работал. А Наладжа Гончаров сильно потерял от того, что его герои заговорили не по-русски? Не, ну, это так, в Америке тоже, наверное, русский классик ставят на английском. Так что, но ставил у нас главный режиссер русского нашего театра Аркадий Кац. И он считался таким специалистом по русской классике. И вот он ставил не один. И по-голькому он ставил, и вот Гончаров его тоже. Я действительно ошарашен тем, что произошло. То есть вы связаны с Сулиановскими еще через Аркадия Фридоровича, потому что на нашей сцене он поставил целых пять или шесть спектаклей. Театр Ульяновского, ну, конечно, театр, которым я слишком много лет работаю. Я поставил здесь, по-моему, больше всех спектаклей. Ну, не знаю, в каком из театров я больше работал. Ну, тогда он работал в Риге и руководил русским театром. И вот я имел счастье с ним работать вот в этом спектакле. Еще одна заметная ваша театральная работа, с которой вы даже приезжали в Ульяновск, это Понтия Пилата, Мастер и Маргарита. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Ну, это было постановлено уже до того, как я там появился. Просто умер в Ульяновске, и меня пригласили. И там какую-то Рахаду сделали. Мы играли там разные роли. Это тот самый известный стаклей Беликовича, который был. Да, Беликович, да. Поначалу это Беликович, потом этот спектакль немножко менялся, имел какое-то развитие свое. И, по-моему, они до сих пор играют. Ну, там составы меняются. Но это мощный такой спектакль с хорошей постановкой. И отбор музыки там потрясающий, по-моему. И не разваливается такая схема. И самое главное, в этом спектакле и сказано. В основном, это акцент на любовную историю мастера и Маргариты. Ну, конечно, это только скурс в античный мир. Без этого нельзя рассказать, эту историю. А мастер и Маргариту очень прочно связаны в сознании театральных деятелей с тем, что любая экранизация и любая сценировка связана с какой-то мистикой. И у вас она была? Ну, я не думаю, что там, если эти постановки или там кино-версии имели какие-то несчастья, то я думаю, что Булгакова тут ни при чем. То, что в романе эта тема затрагивается, мистификация и так далее, это вообще, если тогда вся фантазия, творца одна, мистика, да, откуда эти все странные персонажи, которых мы знаем по роману. Вот фантазия автора просто, и они уже стали такими архетипами, что Берлиоз или тот же Воланд и сам мастер Маргарита, это уже такие крылатые, как сказать, фразочки, связанные с ними. И на сцену выходят артисты, они конкретные, никакой мистики там нет. Если они разговаривают в своих текстах, в своих диалогах об этом, это не значит, что это мистификация какая-то, нет там никакой мистики, это просто спектакль, который затрагивает эту тему. Что у вас в театре сегодня происходит в вашей жизни? Как роман с театром развивается? Меня просили участвовать в постановке по рассказам Сергея Козлова «Лежик в тумане». Ну, там даже вот эта повесть не затронута. Боюсь, спрашивают, что вы там. Вот это такой музыкальный спектакль по произведениям. Ну, разные произведения, эти рассказы, они чудные просто. Чудный автор. Я знал мультик этот, и какой-то еще есть, по-моему, два или три даже. Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади. Как она там, в тумане? Ну, когда я прочел все его рассказы, это чудный автор. И там музыкальный спектакль у нас получился. Но парень, который сыграл, то есть сам сочинил, и сейчас он там спектакль, умер. И попросили меня вместе с ним послушать, что за музыка, что за песни. И мы тоже играем на латышском языке, и на русском, на двух языках. И песни тоже поем на двух языках. На своем вечере я исполнял там парочку. И вот так вы это автор или вы ежик? Я? Там ежик есть один такой артист, лысоватый совсем. Ну, конечно, это ежик, медвежонок. И, ну, они в основном так между собой там общаются. И, кстати, объясняют, что же, в каком мире мы живем. Это лес или... Они там обо всем. И дружба, и так далее. Порядочность. Ну, в общем, и появляется зайчик, которого я играю. Я зайчик вот, и... Ну, иногда поет. Я превращаюсь в туман, бывает, в бугерок. И даже такого кота я изображаю, как бы. Они говорят, вот этот кот Бассио там. Он говорит, ну, у него какая-то сковородка была. Говорят, да нет, это банджо у него было. Ну, вот и я там пою такую песенку в стиле блюз. В общем, у них там очень много вот такого в лесу происходит. И они разговаривают чудовищскими голосами. Раз уж мы заговорили о музыке, в нашей стране, когда, говорят, Игорь Калныч, сразу приходит на ум, как мы уже сказали, «Деньги и вишни». Я прочитал прессу вашей родной страны. Там через раз просто упоминается о вас, как об одном из самых заядлых в свое время битломанов. Расскажите о своем увлечении битлов. Он действительно был таким плотным? Да нет, это, наверное... Конечно, это... Мы тогда в 60-х слушали эту музыку, что же в топе, там, скажем, BBC, там, слушали «Голос Америка». Это невозможно было слушать, потому что это все время мешали какими-то аппаратами. Субтитры создавал DimaTorzok Эта музыка как-то так и так дошла на нас. Но это не значит, что только Битлз, также до сих пор живущий и действующий ансамбль Rolling Stones, что касается западных каких-то артистов. Многих я уже живьем видел. Того же сэра Маккарни, я слушал на Красной площади, просто сидел на булыжниках и слушал монстра. И там многие российские артисты имели счастье с ним пообщаться, даже в Кремле, по-моему. И Эрика Клэптона, и там в каких-то тех времен Аэросмит и так далее. Вот это все, как бы, вот это... Там моя молодость, что касается западных каких-то духовных инвеститоров для молодежи того времени. Но не все это было. И оттуда появились и местного, как сказать, местных артистов прекрасных. Тот же Раймонд Паулс из... Как сказать, в 60-х появился как серьезный автор песен и эстрадной музыки. Вашу амплуа киногероя-любовника началось с фильма «Театр», куда, как известно, вас привела Вия Артмана. А вы можете... Нет, причем она рада. У нее уже не было никакой студии в советское время. Не может быть такое. Вот легенда гласит, что она вас увидела и назначила своим партнером по фильму. Нет? Ну, это может быть, кто-то так, это шутя рассказывал. Это совсем... Худсовет решал эти вопросы. И по поводу ее судьбы тоже. Так что это так. Можно вот сегодня шутить на эту тему. Там еще два парня пробовались. А вы знаете, кто пробовал? Да, я знаю, да. Потому что режиссер нам показал все пробы. После того, как сделал эти пробы. Ну, у меня просто была очень удачная эта проба. И эти парни не очень неудачно... Как сказать? Ну, там ясно было, что это моя роль. И как бы не было никакой особой конкуренции. И то, что у госпожи Артмана попросили, может быть, какое-то свое мнение, она правильно, наверное, отметила. Но там не было такого вот этого. Ну, это такое смешно об этом говорить. Мистер Том Феннелл. Проводи его сюда и принеси чай. Хорошо. Итак, Джулия, вы уже решили, как вести себя с этим молодым человеком? С Томасом Феннеллом. Да. Я буду приветлива, но сдержана. Так. Ну, поговорим о его работе, об учебе. Я расскажу ему о сыне Роджере. Я дам понять этому молодому человеку, что гожусь ему в матери. Превосходно. Продолжим. Войдите. Добрый вечер, мисс Ламберт. Добрый вечер. Потому что два худсовета решили вопрос, кто достоин, как сказать, той чести, как советский артист сыграть в этом фильме какую-то роль. Потому что пробовали очень служанку. Там очень много артисток разного, как сказать, калибра и возраста, пока не нашли вот эту артистку, которая не была артисткой. Я просто реквизитором работал на студии, просто все другу видел и понял, что это она должна играть служанку. Вы сегодня вообще думаете отдыхать или нет? Что вы тут делаете? Мечтаю. Согласно положению Джулии в обществе, Майкл давно уже хотел подобрать ей другую служанку. Но когда он ей об этом осторожно намекнул, то она ему ответила, ответьте, пожалуйста. Тогда вам придется взять двух служанок. Почему? Потому что заодно жал в ней работы в театре и дома. И так как Майкл по природе был очень бережлив, то он терпел возле себя эту неотесанную медведицу. И подругу пробовали, потому что у речестора была другая версия, и Москва не принимала. Потому что это было местное, вот на реческой студии Кудсовет и московский. И вот поскольку это был заказ на реческой студии с центрального телевидения, значит деньги шли с центра, ну тогда с одного кармана, а с другой, это как бы один бюджет, но понимаете, надо было там тоже доказать, что это, чтобы деньги получить. Деньги были очень маленькие. Маленькими деньгами сделана картина, по-моему, 350 тысяч на две серии, это еле одну серию можно было поднять. Но все-таки от этого маленького бюджета сделали, как сказать, довольно достойную картину. Ну вот в конечном итоге Элазерадзе не сыграл вот эту роль, что было, по-моему, прекрасное решение. Игорь, на ваш взгляд, в сегодняшнем театре что-нибудь сильно изменилось по сравнению с театром, который описан в Сомерсетте Мээме? Твои отношения? Ну там, если припомнить, такой эпизод, где с какой-то красной тряпкой там ходит одна из актрис и мешает другой, и та как-то в невыгодном положении находится. Ну такого просто в театре, только в самодеятельном каком-то, может быть, загораживает как-то свои партнеры, потому что совсем по-другому вводится диалог. Может быть, в каком-то, на каких-то подиумах это все происходит, когда слышал, что режут какие-то шубы, там портят костюмы, чтобы конкуренткой оказалось невыгодным в каком-то положении. Ну, это касается какого-то, я не знаю, не театра, а чего-то другого, какого-то обычно с торговлей связанного, не знаю, не с искусством. Российские театры сегодня становятся все в большей степени директорскими, то есть там главным руководителем является директор, администратор. А как на вашей родине с этим обстоит дело? Ну да, вообще-то менеджеров очень много стало. Это хорошо для театра или плохо? А что менеджировать? Да, я думаю, что это дисбаланс надо, как сказать, заботиться о производителе. Он должен быть главным. А что, чем торговать, если этот не будет производить? То есть, он самый главный, не тот, кто продает. Понимаете? или менеджировать. Я понимаю, что это тоже интересные услуги, но он не должен, он должен объяснить, что рынок требует. Но производитель, ремесленник, просто который производит нужные вещи, то есть, это и цельское хозяйство, скотоводство, это каменщик, это ну, любая такая профессия, которая из ничего руками делается ценности. И все остальное, это даже банковские услуги, без них можно обойтись. Они очень важны, но перепродажа, как в советское время это называли, спекуляции, запрещенный ход достиж каких-то заработать таким образом. Так что, мне кажется, вот этого не хватает, это дисбаланс, естественно. Поэтому такой денежный культ, культ, он дебильный немножко, всякие списки миллионеров и так далее. Мне интересно, каким образом он заработал этот миллион руками, головой или просто там расточительством или еще каким-то способом. расскажите, все эти годы вам удобно, комфортно в вашем амплуа? Вам никогда не хотелось сыграть что-нибудь маленькое, некрасивое, несчастное? Ну, я зайчик играю. То есть, он маленький, некрасивый, несчастный? Ну, конечно, ему не хватает дружбы. вот ежик не хочет с ним особо дружить, поэтому он с лягушкой приходит и говорит, что это его собака. Игорь, в вашей жизни был период, когда вы попытались идти в политику и стали депутатом Сейма. Этот опыт был жизненно необходим? Для чего это было сделано? Просто я к чему заю вопрос? Сегодня, допустим, в России как-то так идет очень плотное срастание деятелей культуры с политикой. Ну, в связи со всеми событиями. А зачем? Ну, так объяснить надо как-то. Ну, поскольку мы в городе Ульяновске, и мы все вот советские дети были детьми Ильича, и я тоже, наверное, вот так в школе объясняли нам. И, ну, я все-таки не был ни пионером, ни комсомольцем. Абсолютно политический такой персонаж. И в 90-е годы меня пригласили какое-то общество деловых людей. И я там половину этих людей знал, и постепенно это общество стало таким. мне понравилась эта компания вся. Там или директора, какие-то бывшие председатели колхозов. действительно, люди, которые знали толк хозяйства вести и так далее. И это стало такой политической партией. Они вот выиграли довольно много во время выборов мест в парламенте. И я тоже туда попал. И мне было интересно, как же делается этот закон и так далее. Поскольку это создавалось во всех наших бывших республиках советских многопартийная система. И что же это такое? И я скоро понял, что это не мое. Сидеть на каких-то совещаниях и таким образом зарабатывать на хлеб как-то не мое. Все-таки я артист. хотя мне было запрещено заниматься творчеством и медработники могли практику проводить и педагоги. Это как сказать по закону это было вот остальные все должны бросить свой бизнес и так далее. Вот эти профессии им позволяли закон заниматься. но я понял, что это не мое. И вообще политики люди без привязанности в основном очень сложно психологически находиться в такой компании. У моего поколения было несколько киногероев в том числе Штирлиц и герои еще одного фильма по Юлиану Семеновну Тассу полномочен заявить в котором вы сыграли. Причем сыграли представители КГБ. Вы стали этих людей как-то по-другому понимать? Я по-моему мне позвонили мы хотели вам предложить куда вам сценарий послать. Съемки будут в Африке. Я говорю в Африке тогда не посылайте. Я согласен. Потому что мы за железные занавеси жили в Африку попасть это было большое счастье. Но в Африку нас не отпустили потому что как и до сих пор в этих странах часто меняется власть и не всегда уютно находиться. И снимали это все на Кубе. Но и там тоже не очень спокойно тогда было какой-то не помню 83-й может быть годы. И я такого деятеля встретил там. Он встречал нас обслуживал. Я так пообщаясь понял что он при посольстве такой деятель. И ну пообщался с ним. Довольно симпатичный человек. Ну а здешние сотрудники ЦРУ. Есть тут один занятный персонаж Джон Глэб. Коммерсант так сказать. С ним довольно часто видится Зотов. Кто? Зотов Андрей Андреевич. Инженер Корабел. Я его предупреждал что Глэб возможно связан со спецслужбами. Но он только посмеялся. Ваша работа говорит такая. В каждом видеть ЦРУшника. Ну он говорит я сюда попал это штрафные санкции. Сослали. Да. Потому что он те люди которые знали испанский язык работать в Испании или в Колумбии но не на Кубе. Это как бы такая последний вагон. Он там что-то натворил и его немножко понизили в другую страну. Ну есть надежда он был не женат может быть это мешало. И я ему спрашивал где ты отдыхаешь как ты в свободное время. И он нам с Алексеем Петренко показал где он отдыхает. Но там ничего не происходило. Он отвез на какую-то дискотеку недалеко от Гаванны за ним следила другая машина сразу сразу и он убежал от них от этой машины и мы так это весело было. И мы приехали в дискотеку дискотека закрытая ну вот ну да сегодня закрыта не знаю ну в общем мы сели там все-таки столик нашли какой-то и нам дали Хавана Клаб вот это ну мы решили так отметить что дискотека закрыта и через минут 15 подъезжает тот который за нами вот сел так ну мы ему тоже налили это советские люди на Кубе Переимена мест она отдаешь как человеку это моя такая профессия кататься по миру спасибо Ивар я напоминаю что сегодня гостем в студии был Ивар Каунич звезда театра и кино один из секс-символов нашего кинематографа Ивар мы благодарим вас что вы нашли время в своем жестком графике прийти к нам спасибо огромное всего доброго субтитры